МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Оба 73-х человек в районе Хцабертхин-Шен-Арцах остается неизвестной. Армения. Лидер ЕАЭС под темпом роста производства тепловой электроэнергии. 100 дверей. В Союзе художников откроется благотворительная фотовыставка. Обращение президента Армонака Абрамяна по случаю 16-летия образования Национального совета Западной Армении в память о словах Лянина Сгалдяна и душе Западной Армении. Создание Национального совета Западной Армении. Для чего был создан Национальный совет Западной Армении? Остановить истребление армянского народа Западной Армении. Почему в Шуши была провозглашена декларация Национального совета армян Западной Армении? В памяти Зуровара Андроника летом 1918 года турецкие войска оккупировали северную часть персидской территории, создав плацдарм для продвижения в сторону Баку. В частности, оккупировав иранские города Маку, Салмаст, Тебрис, Сараб, Ардебиль и Хой, турки намеревались направить новые войска через железную дорогу Александрополь-Джульфа для нападения на Баку. Но в Нахачеване отряды Андроника перерезали им путь, а в Джульфе был взят турецкий карнизон. Армянские формирования в районе Хой нанесли неожиданный удар по турецкой армии, дислоцированный на северо-западе Ирана, вынудив турок прекратить наступление на Баку и направить значительные силы против Андроника. Бои длились несколько дней. Турки понесли тяжелые потери, но постоянно прибывающие дополнительные силы представляли угрозу для армянской дивизии. В этих условиях Андронику пришлось покинуть Хой и, преодолев блокаду, отступить в Джульфу. Затем, под давлением большого количества турецких войск, генерал Андроник был вынужден покинуть Нахачеван и перейти в Зангизув, стремясь прорваться и достичь Баку через Нагорный Карабах и блокировать поступающую турецкую армию. Некоторые события произошли в декабре, до того, как стала ясна позиция британского командования по карабахскому вопросу. 8 декабря представитель Томсона капитан Сараид с офицером на четырех машинах, по четыре солдата в каждой доезжает до Шуши. По другим данным, 50 британских войск вошли в Шуши впервые. Капитан сказал, что он прибыл, чтобы помочь бедным в Карабахе и установить мир между двумя народами, и что британские войска скоро приведут с той же целью. Одним из первых действий Сараиада было требование, чтобы вновь прибывший полк Шуши разоружился и сдал свое оружие. Временный совет, представив историю формирования полка, отклонил его просьбу. В условиях соглашения о прекращении огня в Мудроссе 30 октября 1918 года между союзниками. Турецкие войска должны были отойти из Кавказа, но в действительности все было иначе. Андроник призывает Карабахское командование прекратить боевые действия. Армянская сторона выполнила приказ в декабре 1918 года. По этой причине Шуши остался, но спустя 86 лет. Какое отношение имеет ерзанкинское примирение от 18 декабря 1917 года к созданию Национального совета Западной Армении? Без примирения в Ерзанке 18 декабря 1917 года армяне и Западной Армении никогда не имели бы права на самоопределение и признание условий мира до обретения независимости в соответствии с международным правом. Без перемирия в Ерзанке 18 декабря 1917 года армяне и Западной Армении никогда не имели бы права на самоопределение и признание условий мира до обретения независимости в соответствии с международным правом. С чем связан российский декрет от 29 декабря 1917 года по новому календарю 11 января 1918 год и декларация о праве армян Западной Армении на самоопределение. В декларации о праве армян Западной Армении на самоопределение представлены статьи, дающие возможность применить российский декрет и другие признания других государств. Столетие российского декрета, в котором признаются права армян Западной Армении на самоопределение до обретения независимости, дает повод вспомнить содержание каждой статьи. Из-за обильных осадков провинции Шернак Западной Армении произошли оползни. Движение на трассе Шернака-Бейту-Шебаб было сблокировано. В результате интенсивной работы специальных спасательных отрядов муниципалитета дорога была открыта. Жертв нет. В связи с обильными осадками в регионе опасность оползней остается. Азербайджан и Турция построят газопровод из Игдыровна-Хачеван. Соответствующий меморандум был подписан между Баку и Анкарой. Документ подписан между Министерствами энергетики двух стран. Согласно меморандуму, проект будет реализован азербайджанской госкомпанией Сукар и турецкой компанией Ботаж. Как заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Данмес на церемонии подписания проекта газопровода Игдыровна-Хачеван планируется завершить за год. В настоящее время газ на Хачевань поступает из соседней Исламской республики Иран. Отмечается, что проект будет реализовывать турецкая госгазовая компания Ботаж и азербайджанская госкомпания Сукар. Любая экономическая деятельность на территории Западной Армении должна осуществляться с разрешения правительства Западной Армении, которая в данном случае отсутствует. Поэтому данное соглашение является незаконным с точки зрения международного права. Пропавшими без вести в районе села Хацабер-Тахин Тахар-Гатрудского района остается порядка 73 человек, сообщает в среду пресс-служба армии обороны Карабаха. Отмечается, что в различных СМИ продолжает проявляться противоречивая информация о числе военнослужащих. Пропавших без вести указывается даже цифра 171. Однако, согласно заявлению армии обороны Карабаха, эти данные не соответствуют действительности. Вместе с тем, отмечается, что на этом направлении нет сведений о 73 военнослужащих. Отмечается, что для выяснения обстановки и принятия скорейших мер в Карабах выехал начальник Генштаба Вооруженных сил Армении генерал-полковник Оник Гаспарян. Объем производства электроэнергии в Армении в январе-октябре 2020 года составил 6,4 млрд, что на 1,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом Армен Пресс сообщили на сайте Евразийской экономической комиссии. Индекс, произведенный в Армении тепловой энергии в январе-октябре этого года, увеличился на 47% по сравнению с тем же периодом прошлого года. С 29 декабря по 6 января в Союзе художников Армении пройдет благотворительная фотовыставка «100 дверей, вырученные, от которой средства будут переданы семьям 4-5 добровольцев, погибших во время войны, которые находятся в плачевном социальном положении». Как сообщает Армен Пресс, автор проекта, режиссер Хачек Ягаян отмечает, что будет представлено 100 фотографий, стоимость каждой из которых составляет 20 тысяч драмов. Он напоминает, что 5 лет назад, 29 октября, в Союзе художников открылась фотовыставка «100 дверей», посвященная столетию геноцида против армян. Автор проекта Хачек Ягаян – фотограф Рубен Мартиросян. В рамках проекта были представлены фотографии дверей 100 армянских церквей в Западной Армении, Джавахке, Армении и Арцахе. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Вангамуйт. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром! ПЕСНЯ ПЕСНЯ ПЕСНЯ